Сегодня в Нью-Йорке за день до своего 65-летия скоропостижно скончался выдающийся российский дипломат Виталий Чуркин. Больше 10 лет во всем мире его воспринимали как лицо России в Организации Объединенных Наций и в Совбезе ООН. Мы сейчас на прямой связи из Вашингтона. Наш корреспондент Александр Христенко. Александр, здравствуйте. Вы-то, конечно, знали Виталия Чуркина лично. Что случилось? Расскажите нам. Да, Андрей, прежде всего скажу, что весь российский дипломатический корпус и дипмиссии России здесь в США, конечно, шокированы этой новостью. Все знали Виталия Ивановича, и мы лично часто с ним встречались. С ним можно было не соглашаться, как не соглашались многие его коллеги, но не любить его, конечно, было невозможно. Опытнейший дипломат, представитель российского МИДа, работал на разных постах, и особенно ярко, конечно, он запомнился именно своей работой в качестве постоянного представителя России в Совете Безопасности ООН. Его карьера началась в 1974 году, когда он закончил МГИМО, куда поступил с первой попытки. Потом он работал сначала в Женеве, как переводчик, затем как третий секретарь в отделе США в МИДе СССР. Потом отправился в заграничную командировку в США, где работал третьим секретарем, вторым секретарем посольства. Позже занимал различные посты именно в МИДе и запомнился коллегам еще в те времена, в 90-е годы, как человек, который впервые в истории советской и российской дипломатии начал проводить прямые, открытые брифинги, на которых на хорошем английском языке отвечал на вопросы иностранных журналистов. До Чуркина в Москве этого не делал никто, и, конечно, это было такое новое слово и прорыв в то время. Ну и, естественно, в Совете Безопасности его помнят как совершенно яркого, неподражаемого оратора, который мог образно и при этом предметно отстаивать позицию России. А это требовалось не раз, и в частности, в самые острые моменты дипломатического клинча в августе 2008 года после нападения Грузии на Южную Осетию. Вот, по моим данным, сейчас в Грузии только американских советников Министерства обороны, Министерства обороны Соединенных Штатов, работает 127 человек. Я, правда, не могу назвать их по фамилиям, вероятно, уважаемый паспред Грузии знает их по фамилиям, не говоря уже о всяких прочих советниках. Только что, 7 августа, 7 августа, то есть буквально в тот день, когда были потом развязаны Грузией военные действия против Южной Осетии, закончились довольно масштабные совместные американо-грузинские военные учения, в которых участвовало примерно тысяча американских военнослужащих. С характерным названием, кстати, эти были учения. Immediate response, немедленное реагирование. Вот, обученные американскими, вооруженные в значительной степени, американскими коллегами, грузинские их коллеги, немедленно и воспользовались той подготовкой, которая была ими получена. Все это о тесном сотрудничестве между Соединенными Штатами и Грузией. Нам не хотелось бы думать, нам не хотелось бы думать, что Соединенные Штаты дали зеленый свет этим авантюристическим действиям грузинского руководства. Мы находимся в тесном контакте с Соединенными Штатами, и я все же думаю, я еще опять же вернусь к этому, что несмотря на то, что было сегодня сказано послом Халилзадом, вот это наше сотрудничество, как и наше сотрудничество с другими партнерами по международному сообществу, будет продолжено для того, чтобы вернуть мир в Грузию. Теперь по поводу возмущения постоянного представителя Грузии, что наш президент отказался разговаривать с президентом Грузии. Простите меня, а какой же приличный человек будет с ним сейчас разговаривать? После того, что мы годами объясняли ему, что любая попытка военного решения конфликта будет самоубийственной для Грузии, что мы не допустим того, чтобы стерли с лица земли Южную Осетию и Абхазию, чтобы их выгнали за пределы Грузинской республики. ...событий менялись визави Чуркина, в основном это были, конечно, самые яркие его оппоненты, самые непримиримые, это постпреды США. Вот недавно сменилась Саманта Пауэр на Никки Хейли, но Чуркин всегда был убедителен и всегда мог указать тонко, остроумно и убедительно на неправоту своих оппонентов и на правоту именно позиции России. В частности, недавно он заявил замгенерального секретаря ООН, который стал цитировать стихи шотландского поэта про нелюбовь человека к человеку и жестокие отношения. Вот что ответил Виталий Иванович этому заместителю генсекретаря, который решил процитировать в здании Совбеза стихи. Сегодняшнее выступление господина Абрайана заставляет меня сделать несколько критических ремарок. Тем более, когда он говорил о непогрешимости ООНовцев, он так высокомерно усмехнулся. Я думаю, эта усмешка не имеет основания господину Абрайану. Господин Абрайан, если бы нам нужна была проповедь, мы пошли бы в церковь. Если бы мы хотели слышать стихи, мы пошли бы в театр. От ООНовских, особенно от руководителей секретариата, когда они приглашаются на заседание Совета Безопасности, ждешь объективного анализа происходящего. У вас этого явно не получилось. Да, у самого Чуркина практически получалось все. Он умел убеждать, он умел быть ярким, он умел быть при этом, оставаться во всех смыслах человеком. И несмотря на все дипломатические баталии, которые шли в Совбезе, он никогда не опускался до каких-то площадной руганий и брани. Он всегда оставался профессионалом, оставался человеком. И таким мы его и запомним. По имеющейся данным, в эти дни в Львовскую область перебрасывается 300 военнослужащих Соединенных Штатов, которые будут обучать украинских солдат обращению за океанской техникой. Всему миру известно, где появляются американские военные, там жди беды. Напомню, например, что во время нападения режима Саакашвили на Южную Осетию, в Грузии трудились 127 советников Министерства обороны США. Результат – конфликт, кровь, крах. Только безответственные политики могут не понимать, к чему привел бы такой сценарий на Украине. Я благодарю вас, господин председатель. Мне не хотелось бы напоминать западной тройке, которая собрала сегодняшнее заседание и повела ее на повышенных тонах. О той роли, которую они сыграли, кстати, в возникновении ИГИЛ в результате американо-английского вторжения в Ирак и политики Соединенных Штатов в этой стране возник ИГИЛ. Не хочу напоминать о той роли, которую сыграли эти три страны в раскручивании сирийского кризиса, который привел к таким тяжелейшим последствиям и дал разгуляться на территории как Сирии и Ирака террористическим организациям. Но мне особенно странным, конечно же, показалось выступление представителя Соединенных Штатов, которое построило свое выступление, как будто она мать Тереза. Вы вспомните, какую страну вы представляете? Вспомните послужной список своей страны? Совсем странно было слышать требования об освобождении Савченко от представителей Соединенных Штатов. Американская система юриспруденции и пенитенциарная система никогда не была замечена в гуманизме. В Гуантанамо вы больше 10 лет держите людей без предъявления обвинений. Они там попытки самоубийства совершают, голодовки объявляют, вы их там насильно кормите, и это, так сказать, это все считается нормальным. Я уж не говорю о том, что Соединенные Штаты взяли привычку воровать по всему свету граждан российских, предъявлять им надуманные обвинения, иногда в результате провокации, учиненных против них американскими спецслужбами, бог знает где, помещать в нечеловеческие условия содержания, выводить на какие-то бутафорские суды на территории Соединенных Штатов, и давать чудовищные сроки тюремного заключения. Все время подвергая фактически психологическим пыткам в результате бесчеловечного содержания в американских судах. Уверяю вас, дорогие коллеги, я думаю, что вы это многие понимаете, если бы Надежда Савченко в аналогичных условиях оказалась в Соединенных Штатах, ее судьба была бы предопределенной и печальной, она бы никогда света белого не увидела. А что касается нашего расследования, то мы исходим из того, что следствие, если понадобится суд, определит ее вину или невиновность. Ну и хочу сказать, что непонятно, на каком основании господин Шиманович использует свой ионовский пост для призывов к освобождению Надежды Савченко. Мы считаем, что господин Шиманович просто нарушает статью 100 и 101 Устава Организации Объединенных Наций, который требует обеспечить высокий уровень компетентности и добросовестности персонала и беспристрастность при исполнении им своих обязанностей. Так что, господин Шиманович, если вы захотите сменить место работы, то вы сможете реализовать все свои публицистические таланты. А здесь давайте придерживаться того, что могут или не могут делать представители Организации Объединенных Наций. Теперь о выступлении министра иностранных дел Украины, господина Климкина. Господин Климкин попытался выступить с позиции морального и даже религиозного превосходства. Говорил о недопустимости безнаказанности, о необходимости сотрудничества. У меня в этой связи только один или два вопроса к украинскому министру. А зачем гражданские самолеты направляли в зону, где идут военные действия? В зону, где украинские вооруженные силы воюют, в том числе и с использованием авиации? Где летают военные транспортники? Зачем отправляли в эту зону гражданские самолеты? Пассажиры малазийского Боинга могли не знать, что у вас вооруженный конфликт. Малазийские авиационные власти, в конце концов, могли не знать, что у вас есть вооруженный конфликт. Но это вы прекрасно знали. Почему вы это делали? Из жадности или по каким-то другим соображениям? Почему до сих пор не предоставили в расследовании записи переговоров военных ваших авиадиспетчеров? Вот вам и безнаказанность. Наказали кого-нибудь за это? Господин Клинкен, наказали кого-нибудь на Украине за это? Будем надеяться, что расследование разберется и в этом, и безнаказанность наступит и в отношении тех, кто сбивал самолет, и тех, кто его направлял в зону военных действий. Во-первых, если они как-то пострадали в результате нашей военной кампании, конечно же, мы очень сильно сожалеем об этом. Это тяжелое бремя для нашей души. Наши военные воюют там. Есть ли способ сократить число потерь среди гражданского населения? Мы делаем все от нас зависящее. Наши военные постоянно говорят, как тщательно они подходят к выбору целей. Но город бомбят беспорядочно, господин посол. Это Ханой бомбили беспорядочно. Я имею в виду не просто географию. Я понимаю, но почему вы считаете, что они беспорядочные? Военные стреляют по позициям Ан-Нусры, которые находятся в городе. Это оппозиционные группы, связанные с Ан-Нусрой. Я не слышал о ковровых бомбардировках на востоке Алеппо. Если сбрасываются бомбы, и некоторые гражданские в результате страдают, то нам очень тяжело осознавать это. Но это то, что происходит во время войны. Я надеюсь, прекращение огня наступит как можно скорее. Я очень надеюсь. Специальный посланник ООН по Сирии Стефан де Мистура предупредил, что если ситуация на востоке Алеппо не изменится, город будет полностью уничтожен к Рождеству. Вы можете заверить, что вы измените курс, что эти бомбежки... Курс нужно изменить всем. Но когда я смотрю на видеокадры оттуда, я думаю о том, что восток Алеппо уже уничтожен. На этих кадрах я не вижу ни одного сохранившегося здания. И все это произошло до участия России в сирийском конфликте. Из-за сирийских и российских бомбежек? Бросьте. Конечно же нет. Разрушения, которые вы видите по телевидению, не могут произойти в ходе нескольких дней бомбардировок. Эта война продолжается больше пяти лет. И разрушения, которые вы видите в Алеппо, на востоке, на западе Алеппо, в некоторых других городах, абсолютно непостижимые. И они, разумеется, не были вызваны Россией, поскольку мы там совсем недолго. Но вы продолжаете разрушение города? Конечно. Потому что Ан-Нусра и ИГИЛ по-прежнему там. И мы согласились, об этом очень важно помнить, с резолюцией Совета безопасности ООН о том, что борьба с Ан-Нусрой и ИГЭ должна продолжаться до тех пор, пока они не будут побеждены и уничтожены. Этого мы и пытаемся достичь. Российская позиция по сирийскому вопросу вызвала шквал критики со стороны западных СМИ. Телеканал CNN сообщил с налетом сенсации. По спред России при ООН Чуркин признался, что страна поставляет оружие режиму Асада. Одна из ведущих американских журналистик, Кристиан Аманпур, в довольно жесткой форме пыталась вывести дипломат на чистую воду. Насколько ей это удалось, давайте посмотрим. Сейчас ситуация выглядит как гонка вооружений. Кто больше оружия даст Сирии, России или Запад? Так, например, в пятницу, несмотря на возражения США и Израиля, Россия поставила в Сирию противокорабельные ракеты. А Уолл-стрит-джорнал пишет, что вы за последние несколько месяцев отправили туда порядка дюжины военных кораблей, которые находятся в порту Тартус. Сейчас же Москва говорит, что готова поставлять зенитно-ракетные комплексы С-300. Во-первых, это ни в коей мере не свидетельствует о гонке вооружений. Но вы поставляете оружие? Да, частично. И мы не делаем из этого секрета. А вы устраиваете шумиху. В этом нет ничего удивительного. Все, что мы делаем в рамках контрактов, которые подписались с сирийским правительством, задолго до того, как в стране начался конфликт. И наши моряки время от времени появляются в Средиземном море. Но создается впечатление, что сейчас вся эта гонка набирает обороты. Я бы так не сказал. Мы все делаем открыто, ничего не утаиваем. К тому же мы сотрудничаем с правительством Сирии в рамках воздушной обороны. Это имеет мало отношения к борьбе внутри страны. То есть то оружие, которое мы поставляем, не может быть использовано в гражданском конфликте. Но кажется, что так и есть. Нет. Тот, кто поставляет оружие оппозиции, тот как раз занимается тем, что поддерживает военный конфликт внутри страны. А то оружие, которое продаем мы, предназначено для того, чтобы поддерживать стабильность в регионе и обеспечивать безопасность Сирии на Ближнем Востоке. То есть у этих поставок совершенно разные цели. Ну вот смотрите. Россия постоянно позиционирует себя как союзника Ирана. В частности, такой милитаризованной организации, как Корпус Стражей. Россия становится союзником Хизбаллы, которую в большинстве стран считают экстремистской группировкой. И остается союзником Башара Асада. То есть вы намеренно дружите с теми, кого весь мир считает изгоями. России и правда нужна такая дружба? То, что вы сейчас озвучили, это ваше видение ситуации. И оно очень упрощенное. Мы стараемся быть над ситуацией. Мы хотим избежать конфликта. Мы уверены, что Башара Асад не уйдет со своего поста через 4 месяца, как многие сейчас предсказывают. Именно поэтому нужно помочь народу Сирии найти диалог, усадить стороны за стол переговоров и заключить то самое Женевское соглашение, о котором постоянно идет речь. Так что мы за стабильность и против дальнейшей эскалации конфликта. Кстати, когда госсекретарь Керри приезжал в Россию, чтобы обсудить все эти вопросы, президент Путин заставил его 3 часа ждать в приемной, прежде чем встреча, наконец, состоялась. Ну что ж, в дипломатической среде такое довольно часто случается. Но если уж вам удалось добиться аудиенцию президента Путина, я не понимаю, на что после этого еще можно жаловаться. Вот уже шестой год сирийский народ переживает тяжелейшую трагедию. В 2011 году в Вашингтоне и некоторых других западных столицах решили продолжить перекройку геополитического пространства Ближнего Востока и Северной Африки, начатую преступным вторжением Соединенных Штатов и Англии в Ирак в 2003 году. Причем и в Ливии, и в Сирии продолжали орудовать топором, не гнушаясь поддержкой террористических группировок. А неизбежные последствия развала стран, возникновения миллионных потоков беженцев, списывали как непредвиденный раздражитель. В результате на территории Сирии орудуют сотни вооруженных группировок. Территорию страны бомбят все, кому не лень. Возвращение страны к миру стало почти невозможной задачей. В результате многомесячного труда российских и американских специалистов под руководством министра иностранных дел России и государственного секретаря США и с вовлеченностью президентов двух стран был разработан детальный план, отраженный в документах от 9 сентября, добросовестное выполнение которого позволило бы разрядить обстановку на земле, кардинально улучшить гуманитарную ситуацию и дать старт возобновлению межсирийских переговоров под эгидой ООН. Начало его реализации постоянно откладывалось в результате саботажа непримиримой оппозиции. У этих соглашений было много противников, и, к сожалению, складывается впечатление, что их неконструктивная оппозиция перевесила стремление к миру и здравый смысл. Американская сторона фактически расписалась в неспособности повлиять на подопечные ей группировки и честно выполнить тем самым достигнутые договоренности. Прежде всего, отделить умеренные группировки от террористов и провести соответствующие разграничения на местности. Это черным по белому записано во всех документах. Не было сделано ничего. Даже в вопросе определения террористических группировок были сплошные блуждания, наводящие на мысль, что главной целью остается сохранение боевого потенциала противников правительства Сирийской Арабской Республики, кем бы они ни были. Для этого были хороши нечистоплотные средства и самые сомнительные союзнички. Рос layer Программа Крым Украины Цельства Прế程 Проснования Россия Субтитры создавал DimaTorzok Посол Хили в своем выступлении затронула вопрос о Крыме. В этой связи нельзя не вспомнить, что в Конституции Соединенных Штатов прозвучали такие замечательные исторические слова «Мы народ». Народ Крыма вполне определенно выразил свою волю на референдуме. 90-30% населения проголосовало за воссоединение с Россией, от которой Крым был отторгнут несправедливо и незаконно. Кстати, это волеизъявление было впоследствии подтверждено различными опросами общественного мнения, проведенными соответствующими западными институтами. А что касается позиции представителя Соединенного Королевства, то хочу посоветовать. Верните Мальвинские острова, верните Гибралтар, верните аннексированную вами часть Кипра, верните архипелаг Чагас в Индийском океане, из которого вы превратили огромную военную базу. Тогда ваша совесть будет, может быть, чуть более чиста, и сможете рассуждать на другие темы. Уважаемые коллеги, сегодня мы с вами участвуем в одной из самых странных мизансцен в истории Совета Безопасности ООН. Нам предстоит голосование по двум проектам резолюции Совета, и все мы прекрасно понимаем, что ни один из них не будет принят. Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН предложенный Франции проект резолюции по Сирии, который призывал к созданию бесполетной зоны на Далеппо. Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин пояснил это решение тем, что в Ливии введение бесполетной зоны в 2011 году привело к свержению центрального правительства страны и росту терроризма. По словам Виталия Чуркина, у него сложилось впечатление, что Франция внесла резолюцию по Сирии с целью спровоцировать вето России и понимала, что она не будет одобрена. Ее проект не учитывал интересы всех сторон конфликта и был подготовлен в спешке. Спецпосланник ООН по Сирии Стафан де Мистура заявил, что мог бы лично проследить за тем, чтобы боевики террористической группировки фронта Ан-Нусра покинули восточную часть Алеппо. Россия наложила на резолюцию вето, выразив обеспокоенность тем, что проект не содержал подробного плана размежевания умеренной оппозиции и террористов. Главы делегаций стран Запада раскритиковали этот шаг. Ваша сегодняшняя вето, господин председатель, лишь подтвердила то, что нам давно известно. Действия России в последней неделе продемонстрировали, насколько незначительна ее приверженность политическому процессу. Сегодня мы увидели, что на самом деле это была лишь ширма. Изюминка франко-испанского проекта — запрет на все военные полеты на Далеппо, при этом не только над восточной, но и западной частью города, которая постоянно подвергается обстрелам боевиков с Востока. Почему охватывается и запад города, который контролируется правительством? Ответ — так удобнее. Но разве это серьезный разговор? Затем российская сторона предложила собственную резолюцию, призывающую разделить террористов фронта Ан-Нусра и так называемую умеренную сирийскую оппозицию, которую поддерживают США. Этот проект также был заблокирован и подвергся жесткой критике. Россия хочет, чтобы было больше разговоров, а тем временем они попытаются захватить город грубой силой. Это фикция, как и ложная приверженность России политическому процессу в Сирии. Беспорядочные варварские бомбардировки мирных жителей в Алеппо омерзительны. Пожалуйста, остановитесь немедленно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Представители Соединенных Штатов и Великобритании, как всегда, состязались в провокационной риторике. Представитель Соединенного Королевства патетически восклицал «прекратите сейчас». Действительно, прекратите сейчас поддерживать разный сброд по всему миру, экстремистов, террористов и разных, так сказать, прочих любителей раскачать ситуацию в той или иной стране. Вообще, прекратите вмешиваться в дела других суверенных государств. Оставьте эти колониальные привычки. Оставьте мир в покое. Сегодня в Москве похоронили выдающегося дипломата Виталия Чуркина. Траурная церемония на Троекуровском кладбище прошла под звуки гимна и оружейного салюта. Ранее в большом ритуальном зале ЦКБ управделами президента состоялась панихида. Проститься пришли родные и близкие, коллеги и чиновники, а также сотни простых людей, которые решили отдать дамь памяти постоянному представителю России при ООН. Слово Евгений Карих. Траурный зал ЦКБ с трудом вместил всех, кто хотел отдать дань памяти Виталию Чуркину. Попрощаться с ним пришли высокопоставленные чиновники, коллеги-дипломаты, родственники и сотни людей, которые не знали его лично, но очень уважали. Вдове Виталия Ивановича во время гражданской панихиды Сергей Лавров передал орден мужества, которым посмертно Чуркина наградил президент. Виталий был, кроме того, что он был высочайшим профессионалом, он еще был народным дипломатом. В официальной истории, конечно, Виталий Чуркин останется великим дипломатом, который вписал очень яркие страницы в послужной список не только нашей дипломатии, но и внешней политики нашего государства. Пусть будет Бог, у него земля. Одноклассники Виталия Ивановича вспоминают, каким он был честным, что интересовался абсолютно всем и еще в школе проявил себя как лидер. Даже спустя годы, уже занимая высокие посты, работая за границей, он не терял связи с друзьями. Необыкновенный, красивый, аристократическое у него было и внешность, и поведение. Для нас это очень тяжело, очень грустно. Карьера Виталия Чуркина – пример для будущих поколений дипломатов. Он прекрасно владел тремя иностранными языками, работал послом в Чили, в Канаде и в Бельгии, потом заместителем министра иностранных дел, а с 2006 года и до последнего дня жизни постоянным представителем России при ООН. За эти 11 лет ему не раз приходилось даже не отстаивать, а биться за интересы России. Он, будучи государственным чиновником, не боялся принимать на себя персональную ответственность. Вот специфика работы в ООН заключается в том, что там не всегда успеваешь посоветоваться с федеральным центром. Виталий Иванович это делал блестяще. Именно Чуркин не побоялся выйти к прессе после того, как советский истребитель сбил корейский пассажирский самолет. Он же сообщил журналистам первым, что в Чернобыле произошла трагедия. Виталий Иванович умер за день до 65-летия. Коллеги и родные готовились к празднику. Никто не ждал беды. Но случился обширный инфаркт. Прямо в кабинете в Нью-Йорке, где Чуркин проработал 11 лет. Врачи не смогли ничего сделать. Его похоронили на Троекуровском кладбище.